Сегодня сочинские рыбаки вновь вернулись домой с пустыми ведрами. Уже неделю улова нет. Тем не менее, ежедневно причалы и буны все равно заполнены рыбаками. Что же все-таки можно поймать и где лучше клюет, узнавала Кристина Колесникова. Обычно местные рыбаки стараются не скупиться на наживку и используют достаточно дорогое лакомство для рыб. В основном это морские черви или креветки. На них, как признаются рыбаки, лучше всего клюет. Но вот сейчас не помогает и вкусная приманка. Рыба уже около недели почти не подходит к берегу. Еще в прошлый выходной улов был как в песне. Шаланды полные кефалия, шутит Николай Пономаренко. А после прошедшего шторма рыба, по его словам, ушла. И в том, что сейчас уже почти ничего не поймать, мужчина уверен. Но все равно берет удочку и приходит на причал. Привычка, ведь рыбалка и его хобби уже 30 лет. Она подходила и потом по неизвестной причине ничего ушла. Вот здесь ловили килограммчика по 3-5 ловили при удачных днях. А сейчас это нет. Не клюет рыба и у местных рыбаков-профессионалов. Если раньше за сезон можно было поймать от 500 килограммов до тонны кефалии или ставриды, то нынешний улов составляет не больше 300 килограммов. И то, если повезет. А у некоторых рыболовных артелей возникли еще и организационные проблемы. С прошлого года суда регистрируют по новым правилам. И многие еще просто не успели оформить нужные документы. Так что местной рыбы на сочинских прилавках практически нет. А та, что изредка появляется, стоит недешево. К примеру, за килограмм султанки на центральном рынке придется отдать как минимум 500 рублей. Но несмотря на отсутствие улова, здесь в ротонде у морского порта ежедневно собираются около 10 рыбаков-любителей. Остальные просто не помещаются. Мелководный причал вообще излюблен на место сочинских рыбаков. Сейчас порт на реконструкции и на их место пришли строители. Но в дальний ящик снасти почти никто убирать не стал. Рыбаки переместились на Южный Молл и Буны в акватории Приморской набережной. Кристина Колесникова, Иван Табалин. Вести Кубань, Сочи.